Оп, оп, поздравляйте! Радостное возвращение после 22 часов, проведенных в барокомплексе. Пациентка Анастасия Соколова теперь чувствует себя хорошо. Но еще сутки назад у нее болели суставы, кружилась голова, и она практически не могла дышать. Всему виной неправильный подъем с глубины. Анастасия Водолаз с 11-летним стажем работает в Адлежском океанариуме. Смогла я себе первую помощь оказать. То есть у меня был с собой кислородный баллон, которым я дышала, вызвала скорую. Так как я знала, что со мной происходит и кто мне должен помочь, я объяснила это докторам. И они уже связались с барокамерой. Анастасию передали в руки сотрудников МЧС. И вот так в барокомплексе ее почти сутки лечили от декомпрессионной болезни. Дело в том, что в ее теле после подъема с глубины образовались пузырьки свободного газа. Сосуды оказались закупорены, нарушилось кровообращение и питание тканей. Единственная возможность человека в этом состоянии помочь – это помещение его в барокамеру, поднятие давления и продолжение лечения уже по режиму. В барокомплексе Анастасию сначала, образно говоря, погрузили на 50 метров и после плавно подняли, снижая давление. Состояние пациентки отслеживали на мониторе, поддерживали постоянную радиосвязь. Через специальные шлюзы передавали еду и воду. К слову, в барокамере, как в обычной палате, есть все – душ, туалет и даже кондиционер. Огромное спасибо специалистам, которые вот эти сутки находились со мной. И когда мне было скучно, я говорю, так жалко, что нет ни журнальчика, ни газетки. Они говорят, Настя, сейчас все будет. И я открываю, получается, как бы люк, брать журналы. И что я вижу, это водолазные, да, верские журналы, поэтому мне было совсем не скучно. После суток такого лечения Анастасия может возвращаться к своей привычной работе. К слову, в барокомплексе Южного регионального поисково-спасательного отряда за 7 лет уже вылечили десятки водолазов. Так известный английский дайвер Мартин Робсон после неудачного подъема с 200-метровой глубины Голубого озера, что в Кабардино-Балкарии, лечился на базе сочинского спасотряда почти 9 суток.